Русский язык Я хочу сказать, что мы в душе, мы украинцы, и мы научимся говорить, и мы учимся уже, братья слышали, братское, я стараюсь учиться говорить на украинском, вот, и ломаю иногда слова, ну, не стесняюсь этого, вот, слушаю песни на украинском, читаю Евангелие на украинском, но это процесс, и я думаю, что когда мы вернемся уже вот скоро в Мариуполь, вы приедете и будете помогать нам учить язык, будете помогать отстраивать нам наш город, и это будет благословением для нас. Меня, как сказали уже, звать Павел, моя фамилия Дымченко, я пастор Церкви Христа Спасителя, это город Мариуполь, У нас было 330 членов, и сегодня часть наших членов, тем, кому 60 плюс, где-то, наверное, около 40 человек, плюс-минус, они находятся там, в Мариуполе, часть находится в Украине, это Черновицкая область, село Ижевце, там в церкви они проживают, вот, у Григория Пидойма, кто, может быть, знает, украинцев здесь много, часть из наших, тех, кто имели возможность выехать, они выехали в Европу, и большая часть живут в Германии, вот, и часть живут, естественно, в обитованной земле, вот, в Соединенных Штатах Америки, и мы имели вчера встречу здесь с членами нашей церкви, и немножко общались, и потому здесь пришлось быть, и вот Бог дал возможность быть в вашей церкви. Хочу вместе с вами сегодня читать слово и вместе с вами молиться, и это самое важное, что мы можем иметь вместе с вами. Давайте откроем вместе с вами книгу Ветхого Завета «Плач Еремия». И вместе с вами посмотрим несколько стихов, четыре стиха из этой книги, из третьей главы «Плач Еремия», с 21 стиха по 24. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Хочу сказать, что эта книга Ветхого Завета – одна из книг, которая перелистывается в каноне Священного Писания, и она не часто читаемая верующими людьми. Кто вот в протяжении этого месяца читал книгу «Плач Еремия»? Один человек. Кто в этом году читал эту книгу? Кто читал «Ивангелие от Иоанна» в этом году? Намного больше. Мы видим, что эта книга, она как-то не привлекает, или она остается такой, знаете, в тени всех богодухновенных книг. И мы где-то понимаем, почему, потому что, если мы смотрим на эту книгу в контексте, мы видим, что на еврейском языке эта книга, она имеет свое название, и она называется «Иках». Другими словами, в точном переводе она обозначает, или звучит с таким вопросительным словом «как». Евреи, когда читают эту книгу, они задаются вопросом, и Иеремия, который пишет эту книгу под вдохновением Божьей благодати и Духа Святого, он описывает особые события. Хочу сказать, что это одна из книг Ветхого Завета, которая имеет, единственная книга, которая имеет только лишь горестные, страдательные, переживательные, разрушительные понимания или воспоминания, или песнь, горькая песнь о городе Иерусалиме. Иеремия 40 лет был пророком, и он пророчествовал, он видел, что происходит в этом Иерусалиме, какова Иудея, и как Бог благ в ней, и в то же время и Иеремии пришлось переживать особое время, когда он видел собственными глазами страшные, ужасные обстоятельства, в которых оказались иудеи. Когда пришел Новохудоносор, и четвертая книга Царств, и часть книги Второй Паралипобинон описывает об этом, когда он пришел и разрушил все, изломал, забрал, разрушил храм, дома, стены, уничтожил и сделал равниной. Цвет нации, центр поклонения, все благословения, которые были там, среди народа иудейского. В этой книге есть три темы, которые мы прослеживаем, читая эти 154 стиха, 5 глав. Мы видим там три темы, которые Бог показывает для нас, когда мы читаем, и одна из тем, красной нитью, на протяжении всей этой книги показывает всем читающим, как иудеям и нам сегодня, что есть справедливый Божий суд, даже к особенно приближенным или приближенным к Нему людям. Иудея, она была настолько приближена, ей оставлено было особое время по отношению к Северному Царству. Иудейское Царство было по особенным Богам приближено и дано им было благословение, но они не оценили праведный Божий суд пришел и совершил возмездие. Вторая очень важная нить, которую мы видим, проходит через эту книгу, и она говорит о том, что если Бог праведный, справедливый, всемогущий, не пощадил самых близких, тех, которых Он избрал, размножил, привел, которым дал место, дал определенные благословения, Он их не пощадил, то тем более не пощадить тех, которые сегодня ругаются, отрицают, которые поносят, которые не признают Его вселастие, всемогущие Его божественности. И последняя, третья тема, которую мы видим, как ни странно, она описана в этом тексте, мы видим, что это тема о Божьем сострадании. Бог сострадает, и мы видим, что пророк Еремия, он говорит об этом, несмотря на то, что особенно во второй главе, мы видим, что показан генел Божий к Сиону, когда он изломал, когда погубил, не пощадил, разрушил, когда поверх, отверх сломил, когда воспылал в палящем огне, натянул лук, когда направил десницу, когда убил, и написано очень много глаголов, которые показывают надействие Божье, направленное против этого народа, который не послушал, который не явил верности. Мы видим в центре этой книги, в центре третьей главы, мы видим важную тему о том, что Бог сострадает. У него есть сострадание, и автор говорит в этих текстах о том, что он говорит своему сердцу, он видит, что происходит, его сердце, оно разрывается, оно томится, и он говорит, я говорю своему сердцу, я отвечаю своему сердцу, и потому уповаю, потому что моим упованием является милость Божья. Это мое упование, и в этом сострадание Божье к народу. Друзья, мы сегодня находимся каждый в своих обстоятельствах, и я верю, что нам каждому нелегко. Скорби, переживания, определенные падения, разочарования, болезни, многие-многие ситуации, которые приходят в нашу жизнь, и очень часто мы можем допустить и сказать себе, как, Господи? Когда мне пришлось уезжать из церкви, это было в конце марта 22-го года, мне пришлось уезжать из церкви на последнем транспорте, последнем в колонии. Когда я уезжал и смотрел там, где прошли мои 10 лет пастырского служения, и это было все разрушено и уничтожено, звучал вопрос, как? Господи, как? Мы попадаем в эти обстоятельства жизни, с нами происходят определенные вещи, для нас непонятные, Бог допускает, но при всем этом Бог являет свою милость. Братья и сестры, четыре грани Божьей милости в этом тексте. Первая грань Божьей милости, 22 стих, мы с вами видим, где Иеремия говорит, по милости Божьей мы несчастные. Братья и сестры, я не знаю, как вы видите и понимаете, но когда мы читаем Слово Божие, когда мы видим Слово Божие, когда мы наблюдаем о Боге, и видим, как Он действует, мы видим, что Слово Божие, и Давид особенно говорит в 102-м салме очень важные слова. Он не до конца что делает? Гневается. Не до конца. Если бы Бог до конца гневался, мы бы с вами что? Исчезли. Нас бы не было никогда. И вот здесь Иеремия говорит, по милости Господа. Мы не исчезли. Мы можем перефразировать сегодня, чтобы нам было понятно, и сказать такими словами, у нас очень плохие дела, но они не обстоят хуже, чем они могли обстоять. у нас не обстоят дела настолько плохо, насколько они могли быть, лишь только благодаря тому, что милосердие Божье над народом Божьим, над нами, над нашими семьями, и Бог, Он руководит абсолютно всем, и все в Его руках. Чтобы нам понять эту мысль, давайте вспомним один пример из Ветхого Завета. Там у Ортах Серса в царстве, который имел 120 областей, находится один народ. И этот народ, он был среди этих людей, которые наполняли Его царство, и, может быть, на них никто не обращал внимания, но мы видим, что этот народ особенный. И Мардахей это показывает своим непоклонением перед Аманом. И он показывает о том, что он поклоняется Богу, но ни в коем случае не Амаликитянину. И он стоит твердо, и кажется, это его позиция. И мы видим, что этот Аман поднимает особые обстоятельства, и подписан указ, и назначена дата, назначено время, когда Он, Его народ, они будут убиты, и для Него стоит миселица, все организовано, и, кажется, нет выхода. Но по милости Божьей Мардахей не исчезает, по милости Божьей народ Божий не исчезает в этом царстве, и Бог делает такие обстоятельства, которые Мардахей даже не предполагал. О том, что когда-то кто-то забудет записать его благодеяние, о том, чтобы дать ему почести, он помог царю, спас ему жизнь, это записали, но никто не обратил на это внимания. И Мардахей на это как-то не обращал внимания, поздравили его, поблагодарили или нет, он сделал свое время, свое дело в то время. Мы видим, что Аман приходит утром к царю, и хочет, чтобы уже сегодня повесить Мардахея, но именно в этот день он ведет Мардахея через весь город на лучшем коне царя, в лучшем одеянии, провозглашает о том, что этот человек в почести у царя. Кто это делает? Милость Божья. Мы по милости Божьей не исчезли, потому что Его милость над нами, и, может быть, сегодня очень тяжело в нашей жизни, и, может быть, не видны перспективы, и, кажется, все разрушено, но нам нужно помнить, что Слово от Господа, о Его милосердии, о Его милости, то, что Он абсолютно контролирует все. И как бы ни обстояли наши дела, они не обстоят хуже, чем могли обстоять, лишь потому, что Он не до конца гневает и не вовек негодует. Вторую мысль, которую я хотел отметить, здесь, в этом тексте, мы видим, что Иеремия говорит, что Бог абсолютно контролирует все, и Его милость, она в том, в том, что мы не исчезли, и Он говорит, милость Его в том, что она обновляется. Друзья, сколько милости Божьей мы исчерпываем за каждый день! Сколько мы нашими несовершенствами, грехами, неправильными поступками, сколько мы истощаем милости, то есть, сколько Бог проявляет милость, но Иеремия говорит, что Его милость, она всегда есть, и Ее достаточно. Достаточно, абсолютно достаточно для каждого. Мы очень часто встречаем людей, которые говорят, мне нет прощения, я сделал то и другое, но мы понимаем, что у Бога милосердия, Его достаточно, и мы очень часто говорим, нет, этому уже никогда не быть верующим, этого ничего не исправить, этого только могила исправит, и мы способны, проходит время, Божья милость касается, Божья благодать действует, и изменения мы видим у людей, и эти люди становятся новыми, потому что Бог действует. Божьей милости достаточно. Знаете, пример, какой я хочу привести, когда мы читаем Ветхий Завет, и мы видим, что есть цари, которые царствуют в Ветхом Завете, и когда мы читаем о них, их характеристики, мы видим, что о многих царях сказано, делал неугодное, о других сказано, делал угодное, но, знаете, когда я перечитываю Ветхий Завет, и в этом году перечитывал, я всегда останавливаюсь на монассии, особый царь. Когда мы о нем читаем, ну, кажется, ну, если бы по нашим пониманиям, то его нужно было, ну, уничтожить сразу, ну, вот сразу, как только он встал, ну, во-первых, он из иудейского рода, он внук Давида, он сын благочестивого царя, ну, у него все были, как говорится, ну, гены, все были гены благословенные, и кажется, ну, этот человек царствует больше 50 лет, делает такие вещи страшные, что хуже его никто не делал. Настолько завел грех иудею, насколько делал беззаконие страшное. Приходит время, он призывает имя Господне, и Бог слышит его, и Бог возвращает его на трон, и Бог дает ему возможность исправлять что-то еще. Господи, как ты можешь? А Бог говорит, оно обновляется. У меня есть милосердие, и я милую. Может быть, кто-то сегодня разочаровался в своей жизни, и внутренне живет и думает, как можно так жить? Шаг падения, два падения, три падения, подъема, пять падения. Как можно, друзья? Сегодня это слово говорит к нам, что его милосердие не истощается. Он милует, потому что любит. И вот почему Давид в конце своей жизни, кто читает книгу «Царств», 24 глава, Второе царство, он попадает под эмоции своей жизни. Сорок лет царствования, чего-то достиг, хочется знать, что достиг, и говорит, слушай, посчитай там людей, надо их посчитать, сколько у меня. Начинал, у меня было 200 человек, потом стало 600. А потом, когда пересчитал, а его армия больше миллиона, 800, Северное царство, 600 иудеев, иудеев, и дрогнуло сердце. Ему приходит, пророк говорит, три наказания, выбирай. А он говорит, все, 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 меня жизнь так научила, ни люди не надо, ни на себя не уповаю, только в руки Господа, ибо его милосердие, оно не истощилось. Хочу сегодня, чтобы мы с вами могли понимать, что милосердие Божие не истощилось, не истощилось, и идти к Нему, верить, принимать эту милость от Господа и иметь благословение, благословлять Господа и радоваться Его милости. Третье, что мы видим, 23 стих, вторая часть стиха, «Ведека верность твоя». Знаете, читая книги Ветхого Завета, иногда удивляюсь о поступках людей, разных людей. И вот тот же пророк Иеремия в своей пророческой книге Иеремия, 34 главе, он описывает и показывает, как люди реагировали на обличение. И пророк обличает в 34 главе, и говорит, вы нарушаете заповеди, нарушаете законы, вы относитесь неправильно к своим братьям, которых вы должны были отпустить, и они не должны были у вас быть рабами. И вы знаете, евреи слушают это обличение, и что делают? И отпускают своих братьев. Они так воодушевились, так хорошо, сказал Иеремия, и они отпускают своих братьев, которые были евреи, рабами в их семьях, в их жизни, и они отпускают их, проходит время, они смотрят, а у них некому работать. Тоже братья их были, рабы, и им нужно было работать, а теперь некому работать. Это надо кого-то нанимать, платить финансы. И они передумали, помните, и начали идти, и забирать братьев обратно. Говорят, нет, ты мой раб, мало то, что я тебя отпустил, ты будешь мне рабом. Знаете, на чем было основано вот это их желание отпустить своих братьев? Знаете, на их человеческих пониманиях и эмоциях. К чему я это говорю, братья и сестры? Хочу нас к тексту опять и посмотреть, что милосердие Божье и милость Божья, благодаря которому у нас не обстоят хуже дела, чем они должны быть, и мы с вами испытываем это милосердие каждый день. Оно обновляется лишь благодаря тому, что оно основывается не на архангела силе, не на херувимах, которые контролируют это милосердие, не на каких-то ангелах, не на церквях, не на пастырах, а на верности Божьей. Братья и сестры, верность Божья является основанием милости, и потому Иеремия говорит, велика верность Твоя, Господи. Вот почему есть милость, вот почему мы не исчезаем, вот почему мы каждый день пользуемся этой милостью и получаем милость от Господа, потому что это Его верность. Не наши добрые поступки, не наши хорошие дела, не наше, знаете, христианство, не наше поколение, которое мы находимся в вере или поступки, или дела, нет, только верность Божья является основанием милости, проявляемой к тебе и ко мне. К этому пример Давид, если мы читаем о Давиде, о нем очень много написано, большая часть первого, первой книги царств, и вся вторая книга царств описывает это мужа Божьим, други Божьим. Когда мы читаем вторую, царство, седьмую главу, мы видим, что в этой главе Бог по-особенному приходит к Давиду. И он ему открывает свое желание и говорит, Давид, ты царь навек. Вот навек твое потомство, они будут царями. И это мое слово. И когда Давид это услышал, что ему дан вечный завет царства, почитайте, как он молится, Господи мой, Господи, Господи, Божий мой. И он на протяжении определенных стихов, он восхищается Божьим доверием, которое Бог оказал к нему. И он радуется этому, что его царство навеки. Проходит время, приходит, какая глава после седьмой? Одиннадцатая. И там Давид в особом состоянии. Там он в падении. Там он в ужасном состоянии, в ужасном. Он убивает лучшего воина своего. Он забирает у него жену. Он нарушает все десять заповедей в своем поступке. Все. Этот человек обречен. И к нему приходит Нафан и говорит, вот там овечку забрали. Съели ее и оставили этого бедного человека без овечки. И Давид такой, знаете, ярости, говорит, смерть ему. Убить его надо. И пусть четверо заплатят. Нафан недолго думает, говорит, ты тот человек. И проходит время в этом главе он говорит, но ты не умрешь. Почему? Почему ты, Давид, не умрешь? Ты убил, ты должен был убить. Ты нарушил все заповеди. Почему? Знаете, почему? Только благодаря верности Божьей своему слову. Он сказал о Давиде слово и не изменил его. Он его наказал. Он его провел через определенные обстоятельства. Он потерял детей. Он был и в изгнании. Он был в особых обстоятельствах своей жизни. Он все пережил. Но Бог оставил его на троне до последних дней жизни. И Иисус Христос является Царь навеки, потому что Он из рода Давидова. Братья и сестры, не потому, что мы сегодня хорошие с вами, но потому, что мы имеем милость, которая храняет нас, мы ею пользуемся. И это основано на верности Божьей. Последнее. Друзья, этот автор Иеремий, он говорит, говорю своему сердцу и уповаю, что не хуже дела, чем могли обстоять, что милосердия Божьего достаточно, на каждый день достаточно, что милосердие Божье, оно основано на его верности. И дальше говорит, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Друзья, можете представить Иеремию, который смотрит абсолютно на разрушенный город, где нет храма, где все изломано, где все забрано, где разрушены дома, где весь город в руинах, нет стены, нет ничего. И вот этот человек говорит своей душе и говорит, вот все забрали, все разрушили, не эта часть моя, часть моя, Господь, это то, чем я обладаю и что у меня никто не может забрать, это Господь, только Он, Он моя часть. И я говорю, это моей душе сегодня, и при этом говорю, даже если все вокруг, и я вижу, что оно в ужасном состоянии, оно разрушено, уничтожено, и кажется, нет абсолютно никакого-то выхода, есть надежда. Всегда есть надежда. Друзья, это слово сегодня к нам, у нас есть надежда, потому что часть наша, это не то, что в мире, не то, что мы имеем, а часть наша, то, что в нашем сердце, наш Господь. Пример к этому. Первые шесть глав книги пророка Даниила, они рассказывают исторические обстановки определенного, определенную жизнь иудеев в определенном царстве. Царства менялись, и на Новохудоносор, и были разные цари, и они царствовали, и мы видим там людей, которые были, это евреи, и один из этих людей идет с первого, с первого главы до последней книги Даниила, и это сам Даниил, и о нем много описано, есть очень много, взять примеров, но я хочу остановиться на шестой главе и привести нам сегодня в пример то, что в жизни всегда есть надежда, даже если наши глаза говорят, что нет надежды, и наш разум говорит, что нет надежды, и логика говорит, что нет надежды, вера говорит, Господь часть моя, поэтому надежда есть всегда. Даниил, он один из сатрапов трех, делает определенные вещи в государстве, и этот царь медийский, он определенный видит вещи, хочет поставить его единственным управляющим, идет замовар, его предают Даниила, и он молится, забирает его с дома, и бросает его куда? В львенный ров. Братья и сестры, я, вы знаете, хочу посвятовать вам прочитать эту шестую главу, и вот после того, как Даниила забрали после молитвы из его дома, где он молился о Иерусалиме, Богу Израилеву, посмотрите, прочитайте, найдете ли вы хоть одно слово, когда говорит Даниил до момента, когда его бросили в львенеров, ни одного слова, абсолютно ни одного. Но можете представить, этот человек знал абсолютно все, что делается в государстве, знал, что двое сатрамов, но они воры, они негодяи, он сдал абсолютно все, и вот он приходит к Дарию, к царю, и он стоит, его говорят, его надо в львенеров, а Дарит молчит, а Даниил молчит, он не говорит ничего, он не говорит, Дари, я тебе столько денег спас, я для твоего государства столько потрудился, эти воры, а я не воровал, и ты меня хочешь бросить в львенеров? Не одного слова, абсолютно не одного слова, и даже тогда, когда его бросают, не одного слова. Почему? Господь часть моя, надежда есть всегда, я думаю, что для Данила это было особое время там, в львином рву. Не звонят телефоны, не приходят имейлы, ему не надо решать никакие государственные вопросы, он просто отдыхал тепло, удобно, львы окружили заботой своей. Такое прекрасное время Бог дал этому человеку. В это время кто-то радуется и делает пир, что они победили и будут дальше царствовать. Дарий не спит, мучается, но приходит утро и утром звучит голос с львиного рва. Царь вовеки живи! Братья и сестры, есть надежда, она всегда есть, и Иеремия это понимала, будучи пророком, что надежда это то, что мы имеем с вами особое в нашей жизни, поэтому нам нельзя отчаиваться. Мы будем молиться. Некоторые выводы применения для нас. Как бы ни обстояли дела плохо, лишь благодаря милости Божьей они не обстоят хуже. Божьей милости достаточно для нас, какими бы ни были мы грешниками. Милость Господа, она основана на Божьей верности, и Господь является единственной нашей надеждой. Насколько сегодня твое сердце осознает, что твои обстоятельства, они могли быть хуже, если бы не Божья милость. Если ты осознаешь это, ты признаешь Божье всемогущество. Насколько это сегодня смиряет твое сердце, насколько ты сегодня осознаешь, что ты великий грешник, что ты ужасный грешник, ты должен был наказан быть Богом, но Божья милость проявляется к тебе, и она сегодня работает в твоей жизни, и ты сегодня в Доме Божьем, ты имеешь благословение, что происходит это, когда ты понимаешь это в своей жизни, что происходит с тобой, насколько ты оцениваешь Божью благодать, признавая и благодаря Его. Когда ты размышляешь о Божьем всемогуществе, насколько твое сердце радуется тому, что ты это понимаешь, и последнее, насколько бы не обстояли дела, и насколько бы были безвыходны, я хочу, чтобы сегодня благодать, она поднимала тебя, поднимала меня, и мы могли идти, и мы могли служить, потому что Божья благодать во Христе это самое драгоценное, что мы сегодня имеем. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok